Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Забастовка на заводе Сейрме в Грузии. В Тбилиси курьеры Вольт требуют отставки руководства. Спутник Грузия сообщает, сотрудники завода Сейрме, которые 13 февраля объявили забастовку. Несмотря на непогоду, ежедневно проводят акции протеста около завода. Они требуют обеспечения достойных и безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, проблемы с проводкой и нет отопления. На это руководство завода заявило, что все сотрудники завода, жители района Багдати и зарплата трудоустроенных на предприятии выше средней зарплаты в регионе и составляют 1500 лари или около 42 тысяч рублей. В прошлом году рост зарплат в несколько раз превышал показатели инфляции. Видимо, по мнению руководства, работники завода достойны именно такой нищенской зарплаты. Участники проходящих у завода акций с первого дня утверждали, что бастуют все сотрудники предприятия и его работа парализована. Они обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО «Сэрме Минерал Ватерс». ООО «Сэрме Минерал Ватерс» занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом «Сэрме», а также негазированной родниковой воды «Накадули». Согласно данным на сайте компании, продукцию компании экспортируют в 17 стран. Первый завод по промышленному производству минеральной воды «Сэрме» был открыт в 1944 году. Новостное агентство «Спутник Грузия» сообщает, 19 февраля недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки «Вольт» требовали возле здания руководства компании отставки директора. Группа курьеров уже около месяца проводит акции протеста. Они пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье, пока не добьются своего. Демонстранты требуют освободить от занимаемой должности директора компании и главу департамента операций и внедрение такой системы, в которой у курьеров будет доступ ко всем финансовым деталям оплаты заказа. Еще одно требование – проведение коллективных переговоров с руководством компании. Однако руководство «Вольт» отказывается выполнять этот пункт. Буржуазия Грузии, как и других бывших советских республик, думала, что может бесконечно дурить трудящимся головы и грести лопатами прибыль. Но трудящиеся не дураки и уже понимают, к чему приводит пустая болтовня капиталистов и их пособников в руководстве компаний. Работники Сейрме разоблачили деструктивную деятельность руководства завода и открыто обвиняют их в стремлении разорить предприятие. А курьеры «Вольт» уже не доверяют текущей системе заказов и требуют сделать ее более открытой и понятной для курьеров. Но самое главное, что они уже больше не ведутся на буржуазную пропаганду, которая все настойчивее говорит «надо потерпеть». Они больше не готовы терпеть несправедливость. Они объединяются и выдвигают совершенно справедливые и прогрессивные требования. Так держать, товарищи! Только коллективной сознательной борьбой можно улучшить свою жизнь. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры. Субтитры создавал DimaTorzok